Я хотел Поделиться словом, которое называется Так и называется Ген Победителя Ген Победителя Давайте посмотрим Откровение Книгу Откровения, 3 глава 21 стих Книга Откровения, 3 глава, 21 стих Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем Как и я победил и сел с отцом моим на престоле его В конце самой последней книги Библии Иисус в пророческом духе Он встретился с Иоанном в духе Это не была реальная встреча Это была встреча духовная Знаете, многие вещи в Библии нужно видеть как знаки Как пророческое слово Потому что люди с извращенным умом Они читают Библию как фактологию Просто фактологические вещи Из ребра Адама Бог сделал Еву Чушь какая-то Адам съел яблоко из дерева Согрешил Бог обиделся И люди сразу Они сразу в ступор встают Я говорю, как ты не понимаешь Что многие вещи Они глубоко духовные Это для нас сегодня духовные посылы И вот здесь Иисус, находясь в духовном образе Говорит Иоанну Интересные слова Побеждающему То есть кто-то, кто побеждает Другими словами, чемпиону Или человеку, кто оказался на первом месте На пьедестале славы какой-то Ну, по земным понятиям Побеждающий кто? Кому награду дают? Побеждающий кто? У кого знамя впереди? Кто едет на белом коне? И он вдруг говорит Та же самая риторика Какая-то такая даже военизированная Он говорит Вот кто победил Тому я дам Не просто венец земной Я посажу его на престоле моей славы И дальше говорит Как и я победил Вот как я, он говорит, победил И сел с отцом моим На престоле славы Иисус говорит Вот я После всех событий Что было на кресте Что Иисус умирал и страдал То, что мы переживаем на энкаунтере Это не было Это не было поражение Вот очень важно Что мы не понимаем Это была победа Только ту, которую мы с трудом понимаем Потому что он воскрес И когда он воскрес Он говорит Я оказался победителем И я вернул вам потерянный ген Который у вас был с самого начала Но вы его где-то потеряли И когда Господь создавал Адама и Еву Он вложил в них одно очень важное понимание Послушайте, он сказал Сотворю человека по образу своему По образу Божию сотворю его Мужчину и женщину Подождите, подождите А что Бог, он проигравший? Что Господь какой-то лимой, кривой? Нет Господь творец неба и земли Он совершенный во всем И он говорит Тебя создам под моему образу и подобию И значит в самом начале Он вложил в Адама с Евой Свою генетику Божественную генетику Мы дети рождаемся от родителей И у нас их генетика Так вот, все человечество Началось с образа и подобия Божьего И Бог вложил свою генетику Генетику победоносца По генетику чемпиона Генетику человека с высоким духом Но проблема в том Что Адам ее потерял Он просто ее отдал за чечевичную похлебку Вот люди просто за копейки Отдают то, что стоит дорого Очень часто бывает в жизни Они не ценят И Адам не оценил своей позиции Поэтому Адам съел с дерева познание добра и зла Он въехал в какой-то пень Нам непонятный Как он туда въехал Зачем он это сделал Никто не знает Но через него мы все потеряли Вот эту генетику победителя И с годами мы стали болеть Мы стали уничтожать друг друга Мы стали заботиться о материальном Мы стали людьми мелкими Просто человечество стало мелкое И где-то там всплывают только небольшие Какие-то светочи в истории Там какой-то герой Там известный Но это крайнее меньшинство Это единицы И вот что сделал Иисус Он пришел на землю Будучи победителем И решил вернуть нам эту генетику Ген Ген победителя Поэтому когда он пришел на крест Крест стало образом дерева жизни Это не было деревом какого-то Знаете Почему вот исторически Крест изображают Исторически Если вы посмотрите На старые церкви Старые православные церкви Армянские церкви Какие-нибудь церкви католические Те у которых идет достаточно старая Средневековая история Вы увидите что они всегда Изображают какое-то дерево Цветущее дерево Почему? Потому что с первых веков христианства Христиане знали Что крест Хотя это орудие пыток Хотя это место На котором наш спаситель Умер На котором было страдание В конечном итоге В конечном итоге превратился В дерево жизни Которое дало нам жизнь И когда Иисус дал чашу Своим ученикам Сказал пейте из нее все Эта чаша Носила энергетику жизни Потому что там была кровь Христа Когда ученики приняли кровь Христа Эта кровь Христа Стала их кровью Духовно Часто мы мозгами это не понимаем Но другими словами Когда Иисус Сделал этих двенадцать Своими учениками И когда они пошли по всей земле Они уже были Некой новой расой Это была не просто Ну раса или народность Это были люди У которых появился Другой ген Некий Внутри Знаете ген все определяет Я людям всегда говорю Знаете Я как-то вот даже Говорил как-то людям Не знаю делился я с кафедрой или нет Говорю Многие вещи определяют тенденции Ну просто тенденция Человека И люди говорят Что за тенденция Я говорю Тенденция Это твои поступки Исходящие из твоей природы Если человек лукавый По своей природе Он даже сколько бы не крепился Вот сколько бы он не хотел Вот быть хорошим Хорошим Внутри он лукавый Все равно его природа даст сбой Ну как у наркомана Вот если наркоман Неизмененный природой Ну вот он старается Он старается Он даже маме приходит Говорит Ну кто из вас были же наркозависимы Знаете как это Приходишь Почистишься Побреешься Весь Все с утра Говоришь Новую жизнь начинаю Все Пойду на работу Но природа наркомана Она приводит тебя На работу А ты уже в окно Смотришь И ты уже не там Потому что Этот ген Наркотиков Он прет тебя Опять К нельке Наркоторговки Вы здесь Со мной И тенденция Все равно Даст сбой Все равно Даст сбой Я как-то Смотрел программу Одну И даже проповедника Одного Слышал на эту тему Он говорит Я пришел в цирк И говорит Сижу смотрю И там показывают льва Ну вот лев дрессированный И он говорит Стоит на этом стуле Балансирует Я как сейчас помню Это был Тидди Джекс Проповедовал Меня так коснулся глубоко Он говорит Я пришел в цирк Никто мне не проповедовал Смотрю Лев стоит На этом На стульчике лев И дрессировщик Бодрщ И он через кольцо Прыгает И опять на стульчике Балансирует И Тидди Джекс Говорит Я увидел эту картину И понял Что-то здесь ненормальное Потому что генетика льва Ген его настоящий Охотится Он должен быть в лесу Его природа Это саванна Это место Где он Где он царь зверей А он балансирует На стульчике Потому что кто-то Хлопает в эту В этот Как его слово забыл Плетка Кто-то плеткой Стучит И он балансирует И Тидди Джекс Говорит Я прям сам себе сказал Лев Сожри этого Кто Кто стучит плеткой Он тебя обманывает Не знаю чем кончилось Но природа льва Она точно не для цирка Это ущербность И вот точно так же Сатана Он сделал с нами Чего-то Что мы С природой Адама С природой самого Бога Балансируем На этом стульчике Где-то Боремся за работу Какую-то Чтобы нас не выгнал Дяденька Чтобы у нас вот Хватило на еду Чтобы мы как-то Выжили В тебе живет Ген победителя И ты имеешь Контакт с самим Творцом И ты не создан Для того Чтобы в цирке Сидеть на этом стуле Под удары Эти плети Всевозможных Этих товарищей Непонятных Которые тебя Просто обманули И они в тебе Убили природу льва В начале Не было так Лев не родился В цирке Он родился Где-то в саванне Где он был хозяин Он спал Никого не боялся Он шел по саванне Рычал И все боялись Его Это было то Что Иисус Принес нам людям Я не говорю о том Что мы должны рычать Не об этом речь Я скажу дальше О чем речь Речь о том Что в тебе должен Проснуться Этот глубокий Ген Господь сказал Побеждающему Побеждающему Не проигравшему Побеждающему Дам сесть со мной На престоле моей славы И потом говорит Так же как я победил Знаете Мы должны иметь Не то что должны Должны понять Ну может быть Несколько способностей Способности Которые делают нас победителем И первая способность Которая делает тебя Победителем С геном победителя Это способность прощать Просто прощать Настолько могущественно Прощать Что я порой Даже задумываюсь Думаю Господи Чем больше я думаю О прощении О милости Я всегда думаю У Бога У него какая-то Бесконечная Какая-то Фора Для прощения Такое бесконечное Бесконечное прощение Что мы люди С нашим извращенным разумом Постоянно тыкаем Людей Которые поступили Неправильно Мы постоянно Вспоминаем Их прошлое Но когда я смотрю Все в Библию Я удивляюсь Этому огромному Сердцу Нашего небесного Отца У него прощение Во-первых Настолько безусловное Во-вторых Настолько безграничное Что у тебя просто Фурагу срывает Ты сидишь и думаешь Как можно было Простить Давида Что он натворил Как После этого Ко мне приходят люди И говорят мне Пастор Я вот согрешил Не могу себя простить Я говорю Прекрати Прекрати Если ты говоришь Сам себе Я не могу Про себя простить Это говорит о том Что ты мучаешься от этого А если ты мучаешься от этого Значит это уже Покаяние в твоем сердце Оно уже там витает Покаяние Все Оно там А значит Господь кричит Во все рупоры Он говорит Я тебя давно простил Все 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 Простил полностью Один Религиозный отец Неплохой человек Но я всегда удивляюсь Религиозных деятелей Они читают Библию Читают ее Очень внимательно Но порой Не смотрят Не видят Какие-то элементарные вещи Которые в Библии Написаны черным по белому Я разговариваю Разговорю с молодым человеком И хороший брат в церкви Он говорит Мой отец с детства верующий В далекие времена Мы четверо детей у него И говорит Он с нами не общается По какой-то причине Мы как-то поступили в жизнь Не так как бы он хотел Не в грехи въехали Просто пошли не в ту церковь Просто стали Ходить на богослужение Не так как он хотел У нас другая конфессия И говорит Мы ходим Мы все дети во Христе У нас хорошие семьи И говорит Приходим Отец с нами напрочь не общается Говорит Это невозможно Вот чтобы я с вами общался Чтобы я вас простил Читайте Библию Вы нарушили Библию И так далее И когда я слушал эту историю Они говорят Мы собрались Все дети Все вместе Чтобы прийти к нашему Религиозному отцу Встать на колени И попросить прощения Пап Просто пообщайся с нами Вот и все И услышите меня сейчас Этот человек Не атеист Не неверующий Это человек Который всегда в церкви Который читает Библию И он ответил им Он говорит На пороге вас не будет У моего дома Читайте Библию Там все написано И я когда стоял Я говорю Слушай Он вообще не знает Библию Даже если он ее читает Потому что в Библии Написана история Об отце Который принял Своего блудного сына Уж если он Блудного сына Который написано Прогулял все имение С женщинами Даже слово какое Неприличное Написано Прогулял деньги Не просто пропил Прогулял Не просто в бизнес вложил У него сломалось все Он с женщинами Где-то их потратил Представляете Пришел домой И написано Отец ждал его Это такая милость Которую религиозные люди Порой просто не понимают Их вот мозгов Не хватает Для того чтобы Объять Вот этой любовью Которая есть у отца Способностью прощать Отца я веду Небесного Надеюсь вас не теряют Дорогие мои Вот такая Такую любовь Дал нам отец Вот такую Сверхъестественное Прощение Я единственный Что тоже Как человек Смотрю и думаю Мне тоже тяжело Какие-то вещи прощать Но каждый раз Вот каждый раз До сих пор Я сижу И у меня в слове Только одно в сердце Крутится всегда Милость 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 Превозносится над судом И я говорю Господи Как этот человек Мог так поступить И я понимаю Что я в конфликте с Богом Я не с тем человеком А с Богом Постоянно И я говорю Ну Господи Я пальцы зажимаю Сколько этот человек Негодяй сделал И только слышу сверху Я уже простил Милость Милость И я понимаю Что я в конфликте с ним Из-за того Что меня кто-то обидел Где логика Логика у Бога Намного выше Чем твоя логика Аминь Поэтому первая способность Прощать Вторая способность Это способность Любить Любить безусловно Когда мы говорим О безусловной любви Мы порой даже сами Не понимаем О чем идет речь Опять в крайних формах Господь возлюбил нас Когда мы были еще грешниками Римлянам 5 глава Откройте Римлянам 5 глава 8 стих Бог свою любовь к нам Доказывает тем Что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками Бог доказывает свою любовь Мало того что он сам любовь Мало того что он любит Он еще каждый раз доказывает Мне зачем-то И доказывает мне Не просто мне А он еще доказывал мне Тогда когда я еще был грешник Сто процентный Я еще вообще в упор Его не видел И не знал Бога Он уже тогда доказывал мне Свою любовь Постоянно Стучась в мое сердце Постоянно говоря Павел Ты где Дорогой мой Ты где Я твою любовь доказываю Что такое доказывать любовь Любовь это когда Ты действительно Кому-то не имеешь Никакого зла Ничего ты не имеешь Против него И ты идешь И ты идешь к нему сам Первый С подарками Идешь С какими-то Приглашениями Предложениями С сюрпризами Ты доказываешь Ты говоришь Ну я хочу тебе Правду доказать Если ты мне не веришь Поверь моим делам Вот в чем Вся риторика И Бог доказывает Свою любовь Когда мы еще были С тобой полностью Потерянными И вот в этом Проявляется Ген победителя Только победитель Способен прощать Только победитель Способен по-настоящему Любить Я знаю одного человека Одного служителя Я вообще удивился Какие парадоксы Судьбы бывают Ну страшные вещи Для ваших нежных ушей Может быть сегодня Ну как-то захотелось Мне сегодня этот пример привести Я знаю одного служителя Без имен оставимся Может быть его и не знаете Вот Удивительный момент Оказалось Десять лет Ему изменяла жена Десять лет И он это знал Он знал прекрасно Он много раз ловил ее Причем с разными мужчинами С разными И этот человек Я удивился Он за десять лет Никогда никому Об этом не сказал Никому Пока уже церковь Его не приперла Потому что увидели Его жену Ее ловят постоянно То в одном отеле Где-то далеко В отпуске Она всегда выходит С каким-то мужчиной Из номера Потом она через год С другим мужчиной В другом номере И уже этому служителю Сказали Говорят ему Мы не понимаем Что происходит Это где Почему она там встречается И его уже приперли И он должен был Изъясниться со всеми И вы знаете И он изъяснился Именно таким образом Он говорит Вы знаете Проблема не в том Что там я люблю Не люблю Он говорит Ради царства Божия Ради людей Ради которых я служил Вот ради этого Я готов терпеть Свою жену блудную Чтобы никого Не соблазнить в церкви Чтобы люди Не приткнулись В конце концов И говорит А то что я с ней живу Он говорит Ну это моя Моя история Личная Которая меня Никого больше не касается Только меня Это моя боль И говорит И вот поэтому Я хочу быть победителем Чтобы смочь прощать там Где это невозможно Просто невозможно Кстати Слава Богу Что после этого Жена покаялась И слава Богу Живет с ним И живут Они сейчас нормальной семьей Живут Ну когда я это слушал И смотрел Мне было казалось Ух ты Ну знаете что удивительно Вот по мужски По человечески По мужски Ты думаешь Кошмар какой-то Сразу бы развелся Бы Вот мы же любим Бы На бы Там Да мы бы Я бы Бы Точно бы развелся Ну любой бы Я бы Ты бы И он бы Мы бы Все бы А потом я смотрю на него И понимаю Вот в этом то и есть Ген победителя Потому что он не сделал так Как я бы Или ты бы Или он бы Потому что человек сказал Это не ради Наш с ней Он говорит Был бы я любой другой человек Слесарем Может быть и развелся бы Но ради людей Которым я служу Все эти годы Ради Евангелия Ради того Чтобы люди Прославляли Продолжали Господа Он говорит Я оставался верен Своей жене Богу И продолжал служить Господу Мою боль Я засунул подальше И отдал Господу Почему? Ради людей И я все время думаю Это же ген победителя Слышите дорогие мои Иисус сказал Кто побеждает Тот сядет рядом со мной На престоле славы Проигравшие Они как-то не очень пользуются спросом Победители А победители должны уметь прощать Должны уметь любить Там где не любится Совсем Третье Что должен уметь Не должен вернее В чем заключается ген победителя Третий ген победителя Выражается В умении терпеть 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 И еще раз терпеть Терпеть это не слабость Терпеть это огромная сила Когда я смотрю На все соревнования Чемпионаты Я удивляюсь парадоксу одному Как правило побеждают Даже не сильнейшие А наиболее терпеливые Вот кто больше терпит Тот почему-то и побеждает Я замечал сколько раз в истории В истории марафонов Смотришь Дистанция Чук Сорок два километра Бежит толпа людей И когда бегут первые ряды Даже не первый человек А первые ряды Я сижу Смотрю на это на все И понимаю Никто из них первым не будет На финише Никто Хотя у них Сильный запал Сильный первый удар Они бегут очень мощно А я так знаете Смотрю в толпу И думаю Вот где-то там в середине Будет этот тип Который на финиш Придет первым Где-то даже не двадцатый Даже не тридцатый В этой толпе Где-то пятидесятый Придет первым И смотрю Всегда работает как часы Потому что вот этот Где-то в середине Двадцатый, тридцатый, пятидесятый Который бежит Он выбирает свой темп Просто темп Хороший темп С одной стороны Быстрый С другой стороны Не первичный темп И он побеждает Не потому что он самый быстрый Только потому что он претерпел Все тренера говорят Что на марафоне Если ты бежишь Тридцатый, тридцать пятый километр Наступает удар в стену То есть с организмом Что-то происходит Это моментальная Смена организма Внутренняя И большинство людей На тридцатом километре Сдаются Либо сходят с дистанции Либо просто отступают Но не этот парень Двадцатый, тридцатый Или пятидесятый У него нет удара в стену Потому что он бежит На своем темпе Он побеждает Он потом прибегает на финиш И ты смотришь Всегда на этого человека Он никогда не падает В обморок Как тот марафонец Который прибежал Знаете откуда Марафонский бег? Почему-то большинство людей Не знает Когда афиняне разбили Греки разбили Ну афиняне Разбили персов На берегу И вот парень там какой-то В марафоне Узнав что Увидев что они победили Побежал в Афины Пробежал 42 километра 200 метров Забежал на площадь И сказал Мы победили И умер И я думаю А что ни один марафонец Чемпион прибегает Не умирает никогда Потому что он терпит Он не бежит для того Чтобы умереть Он прибегает для того Чтобы быть чемпионом Поэтому его сила В терпении Просто выбрать свой темп И бежать И он четко знает Что он победит Всех остальных Кто бежит Даже быстрее его Потому что он побеждает Не скоростью А терпением Терпением Когда ты можешь терпеть Знаете Вот люди Они такие существа Нам нужны всегда Эмоциональные штыры В церковь ты приходишь Сначала Помнишь Первые времена Ой 25 лет назад Когда я пришел ко Христу Мне казалось Я по земле не хожу Я летаю на полметра Над землей Каждый день Пророческое слово Каждую минуту Я выходил на улицу Молился Будет дождь или нет И Бог говорил Бери зонтик Я брал Я думал Так будет всю жизнь Я молился Сразу получал работу По молитве Получал хорошие оценки Я думал Счастье-то какое Прошло буквально Каких-то пару лет И копилочка закрылась Бык и все И я ни Бога не слышу Ни на землю не налетаю И я чувствую А что случилось-то? А случилось все очень просто Ты не будешь все время Детем Который пищит в кровати И радуется Что ему сразу Молоко сунули Обкакался Хоп Помыли Красота-то какая Вот бы я до сих пор так жил Хоп Крякнул Мне воткнули Захотел Все Мне штаны поменяли Прям за кафедрой Но это говорит о том Но это говорит о том Братья и сестры Так не бывает Эти ребята в Израиле Вернее Израильтяне Когда были в Египте У них были чудеса Каждую минуту Чудеса настолько Библия говорит Что море превращалось Раступалось Вода Нила превращалась В кровь Просто по молитве Моисея Каждый раз Раз Моисей сказал чудо Сказал чудо Сказал чудо Потом пришли в пустыню И нет чудес Заметили? И сорок лет без чудес Ладно без чудес Без еды Ладно без еды Без одежды И Бог говорит Чудо будет вам Воду вам дам Вот чудо Я вздыхаю Чудо воду Вон они в России живут Кран открывают Нет никого чуда А там чудо Потом О чудо Надо же Перепилов прислал Уже дети умирают Перепилов прислал О чудо Господь говорит Обувь не износится Чудо Вот тебе бы дали кроссовки 20 лет назад Сказали не переживай Не износятся Не износятся Только из моды выйдут Вот это ужасно А Господь говорит Вот так и будет жить И знаешь для чего Все это было Это было для одной вещи Чтобы эти парни Научились терпеть Чтобы они научились жить И в чудесах И не в чудесах Потому что есть простые волны Которые есть в жизни Когда есть Мертвая волна Низкая И она затягивается Штиль И ты живешь Думаешь Господи Может ты меня не слышишь И тебе приходится жить Только писанием Только библией Даже читаешь в эту библию И смотришь Как будто бы ты Мурзилку читаешь Ничего не понимаешь А в другое время Раз Инкаунтер Переживание Волна снова пошла Ты как тот серфингист Встаешь И фух Она тебя сама ведет Слово пророческое Жизнь Дети оживают В церкви хочется всех любить Потом Опять приземляется все Так вот Ключевое слово здесь Терпение Побеждающий Наследует все Кто способен Терпеть Тогда потом Эмоции будут появляться Четвертое Последнее О чем говорит Господь Первое Сказал Способность любить Второе Способность Прощать Третье Способность Терпеть И последнее Способность Мечтать Человек С геном победителя Когда у него Ген победителя Он всегда Продолжает Мечтать Вот это Очень большое Свойство Которое даже Мирские психологи Увидели Если человек Попавший в тюрьму Попавший в самые Тяжелые жизненные обстоятельства Сидит и представляет Как он однажды Выйдет из тюрьмы Как у него будет семья Как у него будет Хорошая Опять работа Он способен Изменить свою жизнь Если Он не имеет Такой картины В будущем То скорее всего Он никогда И не перестанет Быть зэком Удивительно Человек Который однажды Потерял свою семью Каким-то образом Ну развелся И так далее Если он приобретает Этот ген Пораженца Он приобретает чувство жертвы Он живет жертвой Он всегда всех винит В своей жизни Бывшую жену винит Детей винит Родителей Что они не так воспитали Он постоянно находит Кого-то виноватым Эта жертва Никогда Не будет в будущем Победоносной Никогда этот человек Снова не построит Хорошую семью Он не будет способным Опять поднять Хороший бизнес Но ген победителя Даже если человек Потерял свою жену Потерял каким-то образом Семью Он внутри все равно знает Во мне живет лев в саванне Все нормально Жизнь продолжается Мы победим Вы здесь или нет Дорогие мои Это принципиально важно Ощущать этот ген победителя Разочарованный человек Неинтересно Я даже понимаю по себе Вот у нас сейчас давление У меня как будто Этот ген жертвы Пытается пробиться Ген греховного Адама Нас обижают Нас все обижают Обижают А потом думаю Ну подожди Ну хорошо Сейчас обижают Но пройдет же время Какое-то И опять же будет Опять волна вверх Опять же будет подъем Опять же Дух Святой посетит Люди лукавые Каким-то образом Уйдут с арены цирка Вот этого Все как-то будет Опять нормально И я опять Господи Доживу ли до этого момента А потом чувствую Да какая разница Доживу или не доживу Главное Что это будет И надо мечтать об этом Ради даже своих детей Что все равно Бог обо всем позаботится И все расставит На свои места Аминь дорогие Вот на этой хорошей волне Я бы хотел Еще дать один последний посыл Последний Слушайте Победители Всегда в четырех вещах Вот в четырех Аспектах В других Это способности О чем я сказал А в четырех аспектах Они всегда Одержат победу Четыре аспекта Скажи себе Четыре Чего тебе нужно Оставить Раз и навсегда Оставить Что всегда Человек и делает Пораженцем А если он Четыре вещи Оставляет То у него Четко будет выраженный Ген победитель Первое Ему нужно Оставить Свои грехи Просто грехи Вот эти Десять заповедей Вот их просто Надо оставить Раз и навсегда Сказать Это не мое Не мой образ жизни Все Я оставил грехи Второе Что нужно оставить Это оставить Вредные привычки Когда мне люди Порой начинают Такие крючкотворцы Со мной спорить И говорят Ну вот про курение В Библии же ничего не сказано Где в Библии написано Даже наоборот сказано Воскурили священники Израилевы Пред Господом Я говорю Да Только они Воскурили Вот так С кадилом В Ветхом Завете Курили Они воскурили Марихуану Перед Господом Поэтому Такие привычки Как лень Обычный лень Вроде не грех Против десяти заповедей Лень А привычка Опаздывать Привычка Есть что попало Пить что попало Курить что попало Работать как попало Вредные привычки Их нужно оставить Раз И навсегда Третье что нужно оставить Лишний вес Лишний вес И мне нужно об этом Говорить с кафедры Я людям говорю с кафедры Оставьте лишний вес Это не грех И не вредная привычка Это просто лишний Он лишний Я до того как бегал У меня была прибавка К современному весу К моему Еще 5-6 килограммов И я что-то пошел в магазин Купил мясо И помню что где-то Что-то так спросил Килограмма 4 мне взвести Они взвесили Говорят чуть побольше И дали мне это мясо И я иду в машину Какой тяжелый 5 килограммов И мне прям откровение Как я их таскал Еще год назад Эти 5 килограммов мяса Лишние совершенно Слушайте ребят Некоторые по 30 килограмм мяса Таскают лишнего Просто лишнего Надо его оставить Ходить побольше Дышать Бегать В конце концов И он сам уходит Четвертое Последнее Нужно оставить Долги Все долги Их нужно оставить Постараться Всеми силами Оставить долги Как-то я сказал Есть хорошие долги А есть плохие долги И мне кто-то поправил Говорит Плохие это когда ты должен А хорошие когда Не вернее Хорошие это когда ты должен А плохие когда тебе должны Я говорю Нет-нет Не об этом Говорю Хорошие долги Это когда ты Хороший долг подразумевается Когда ты на бизнес Какой-то образ Берешь под маленький процент И ты знаешь Что бизнес тебе приносит Намного больше процента Это как бы Долг Который Тебя Развивает Плохой долг Это все остальное Все остальное Все остальные Все что ты взял На машину На отпуск Еще на что-то Это долги ужасные Поэтому цель твоя В конечном итоге Избавиться От всех долгов И от хороших И от плохих долгов Чтобы ты годам Пятидесяти сказал Я никому ничего не должен Кроме Писание говорит Чего? Взаимной любви Как хорошо с вами общаться Библию знаете Кроме взаимной любви Я никому ничего не должен Никому Тебе я вообще ничего не должен И ты мне ничего не должен Кроме взаимной любви Любовь мы должны Друг другу Потому что это делает Нас победителями Так вот Возвращайся к дереву жизни К кресту На котором висел Христос Этот крест Это есть дерево жизни С которого идет запах победы Там с него ген победителя Все что тебя в жизни потрясло Какая-то трудность не была бы Она только заставит тебя Стоять и балансировать На этом стуле в цирке Но помни в тебе другая генетика Когда ты держишь За дерево жизни Дышишь этим деревом жизни То ты приходишь в победу Ген победителя Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Кулакова